Мясник с Б1. Неопознанный серийный убийца, предположительно ответственного за смерть пяти или более женщин, чьи расчлененные тела находили вдоль Нейтеональдштрасса Б1 в Намибии в период с 2005 по 2007 годы. Мясником убийца был прозван за профессионализм, с которым он расчленял тела своих жертв. Началось с того, что части тела были найдены в июне и июле 2007 года в регионе Кхомас, вдоль шоссе Б1 в городе Виндхук, между Рехобот и Окаханджа. Эти части тела были завернуты в мешки для мусора и принадлежали двум разным женщинам. Поскольку в 2005 году произошли два подобных необъяснимых убийства женщин, за эти два убийства возложили ответственность на мясника Б1. Голова и рука самой последней жертвы были найдены в августе 2007 года, чуть дальше, на север по шоссе Б1 между Виндхуком и Окаханджа. Другие части тела той же самой жертвы были обнаружены в сентябре 2007 года на большом расстоянии от первых находок возле Крутфонтейна, Бочасун-Дюпа. Личность этой женщины никогда не была идентифицирована. Полиция взяла эту последовательность событий как ключ к разгадке, что центр жизни убийцев, возможно, перешел из региона Виндхук чуть дальше, на север. В октябре 2007 в расследованиях помогали три старших детектива по раскрытию серийных убийств из ЮАР. Тем не менее, до сих пор эта жуткая серия убийств не раскрыта и считается, что этого уже никогда не произойдет. Все из пяти жертв мистяка Б1 были молодыми или среднего возраста женщинами. Две из пяти убитых, обеих нашли в 2007 году, так и не были опознаны. Остальные три жертвы – Хуани Тамабула, 21 год, убита в 2005, Мелани Янсе, 22 года, также в 2005, и Сена Хелена Горояс, 36 лет, убитая в 2007. Все убитые женщины были на бийского происхождения. Каждая из трех опознанных жертв свободно говорила на африкансе, нама или обеих языках сразу. Кроме того, на частях тела всех погибших были обнаружены следы замораживания или охлаждения. Предполагается, что они находились на хранении в холодильнике. Метод убийства, однако, отличался. Янсе была задушена, а Мабула умерла от удара по голове тупым предметом. По крайней мере, две из трех идентифицированных жертв явно были проститутками, работающими в центре города Виндхук, его деловой части – Ауспанплац. Двое пострадавших, Янсе и Горояс, по-видимому, хорошо знали друг друга и были подругами. В августе 2007 года гражданин Германии Хайнс Нейрим был арестован по обвинению в том, что изнасиловал 29-летнюю намибийку вблизи Виндхука в предыдущем месяце. Он, как сообщается последствием, пытался задушить женщину. Нейрим отрицал все обвинения. В феврале 2010 года он был оправдан в связи с отсутствием доказательства освобожденности под стражей. Нейрим подал иск о возмещении компенсации против намибийского правительства из-за пережитых суровых испытаний, которым он подвергся, будучи обвиненным в серии убийств. В 2008 году Ганс Хасселман из Рехобота получил пожизненное лишение свободы после того, как был причастен к убийству. Он получал пожизненный срок за два убийства и раньше, но был освобожден в 2004. Несмотря на то, что ДНК Сены Хелены была обнаружена в квартире Хасселмана, а также ДНК Хасселмана была найдена на письме, которое ранее было отправлено в полицию, где сообщалось о убийстве Мабула, доказательства его причастности были совсем неубедительными. В то самое время возникли подозрения, что мясник Б1 не мог быть одним единственным человеком, а скорее всего одним ведущим и несколькими одновременными подражателями. Но стоит заметить, что после его задержания, осуждения и будущего самоубийства серия убийств мясника так и не продолжалась. В июле 2007 года женщины из Венхука, Рихобота и Сами Спарк опубликовали совместное открытое письмо мяснику Б1, где просили предоставить информацию о местонахождении все еще недостающих частях тела для достойного захоронения убитых девушек. Его также просили сдаться в руки полиции. В 2010 году человеческая голова и рука были обнаружены на ферме в Рихоботе, вселив окружающим страх, что мясник мог снова стать активным. Связь с убийствами мясника Б1 с этой жуткой находкой, однако, не считали вероятной, так как она явно не показывала многие предыдущие общие сходства. Части тела не были найдены около шоссе, а также они были сожжены, а не заморожены.